30 ноября исполнилось 70 лет британскому премьеру. Уинсен Черчилль, словно замороженный, в 70 лет выглядел как в 50, а в 50 лет как в 70. Впрочем, и в день своего 80-летия Черчилль будет выглядеть так же, а потом начнет резко сдавать. Генетическая природа этого человека была настолько могучей, что ее не могли разрушить ни виски с коньяком, ни сигары, ни оригинальный режим полуночников. Впрочем, Черчилль считал это своим главным секретом. То, что он даже в дни большой войны после обеда обязательно спит в течение одного часа, что позволяет ему потом работать до трех часов ночи. Правда, подобный режим для его сотрудников, которые не обладали этим секретом, был нелегким. Но, впрочем, в этом Черчилль был очень похож на Сталина, тоже любившего работать в основном по ночам. Сталин поздравил Черчилля короткой лапидарной телеграммой. Шлю вам мои дружеские пожелания здоровья и бодрости на долгие годы на благо нашего общего дела. Сложнее было дело с поздравлением американского президента. Рузвельт прислал юбиляру свой фотографический портрет, внизу которого написал. «Уинстону в день рождения я бы даже отправился в Тегеран, чтобы снова быть с ним». «Тегеран» в этой надписи возник не случайно. Видимо, до Черчилля дошли сведения о том, что в 1943 году Рузвельт предлагал Сталину немедленную встречу, даже и без участия Черчилля. Но главное огорчение Черчилль испытал на следующий день, когда получил очередное послание американского президента, датированное, кстати, его днем рождения 30 ноября. В этом послании Рузвельт требовал у Черчилля передать британские военно-воздушные базы американцам хотя бы для развития гражданской авиации. При этом американский президент пугал британского премьера отменами поставок по Ленд-Лизу, что было тогда для Великобритании смерти подобно. В общем, юбилей у Черчилля вышел грустным. Умный и дальновидный британский премьер прекрасно понимал, что Вторая мировая война, как бы она ни закончилась, наносит смертельный удар по Британской империи. Субтитры создавал DimaTorzok Присутствие в норвежских фьордах германского морского гиганта линейного корабля «Тирпиц» ковыло действия британского флота в Северной Атлантике и не давало возможности направить тяжелые корабли на Тихий океан для усиления восточного флота Великобритании. Сама угроза выхода «Тирпица» в море была сильнее тех нескольких неудачных походов, которые он совершил. 15 сентября прямым попаданием бомбы весом 4,5 тонны и близкими разрывами еще двух таких же бомб «Тирпиц» был серьезно поврежден. Его перевели в порт Трамсё для использования в качестве плавучей батареи береговой обороны. Но англичане опасались, что немцы отремонтируют корабль. И 12 ноября 32 бомбардировщика «Ланкастер» при хорошей видимости добили германский линкор. «Тирпиц» перевернулся. Около тысячи человек его команды остались внутри и погибли. Самый мощный корабль германского флота бесславно погиб, просто существовав в качестве угрозы, ни разу не приведенной в исполнение. Подводный флот Германии потерял свои базы на французском побережье. Гарнизон Сен-Назера, правда, в ноябре еще оборонялся. Но субмарины заходили туда уже только для эвакуации ценного оборудования и специалистов. Основными базами стали теперь порты Норвегии, плохо приспособленные для обслуживания подводных лодок. Из норвежских фьордов германские подводники выходили к английским берегам, что вызвало преувеличенную тревогу британского адмиралтейства, которое было взволновано появлением шнорхелей и быстроходных электрических лодок 21-й серии. Но тревоги на этот раз были напрасными. Противолодочная оборона была явно сильнее. За весь ноябрь немцы потопили всего 13 судов, потеряв 8 подводных лодок. 24 ноября войска Ленинградского фронта при участии Балтийского флота завершили освобождение Муанзунских островов. Таким образом, вся территория Эстонии была очищена от гитлеровских войск. В Прибалтике продолжали обороняться блокированные 33 дивизии группы армий «Север» на Курляндском полуострове и 3 дивизии в районе Клайпеды. Группировка численностью более чем в 300 тысяч человек приковала к себе 7 советских армий 1-го Прибалтийского фронта генерала Андрея Ивановича Еременко. 250-километровый фронт начинался в Курляндии из района южнее Лиепа и далее шел на северо-восток через Мажикя и Тукум. Гитлер совершенно потерял чувство реальности. Запретив эвакуацию немецких войск из Курляндии, трудно сказать, на что он рассчитывал. То ли на то, чтобы сохранить последний плацдаром для мифического наступления на Ленинград, то ли для того, чтобы подготовить удар по открытому флангу советских войск на Восточном фронте. Добившись в Курляндии изоляции гораздо более крупной группировки противника, чем это можно было бы предположить, советской ставке нужно было просто предоставить эту группировку самой себе. Авиация и флот должны были блокировать морские коммуникации немцев, перерезав их линии снабжения. Однако надо признать, что ни советская авиация, ни военно-морской флот с этой задачей не справились, и Курляндский морской мост благополучно действовал почти до самого конца войны. Еще в марте 1945 года немцы перевезли из Курляндии 10 самых боеспособных дивизий, включая соединение 3-го танкового корпуса СС обергруппенфюрера Георгия Кеплера. Эти дивизии оказали ожесточенное сопротивление Красной Армии в боях на Одере весной 1945 года. А в Курляндии немцы, вооруженные до зубов, так и досидели до конца войны, сложив оружие здесь последними. Первый белорусский фронт стоял в начале ноября на Висле. Вермахт сохранял небольшой треугольный плацдарм на восточном берегу в районе слияния рек Нарев и Висла. Маршал Рокоссовский, командовавший фронтом, неоднократно убеждал маршала Жукова, представителя Ставки, о бессмысленности атак против этого немецкого плацдарма, который находился в низине, и занимать который нецелесообразно, потому что противник будет с удобных позиций расстреливать наши войска. Но Жуков требовал ненужных атак и напрасных жертв, заявив, что он не может уехать в Москву с сознанием того, что противник все еще находится на восточном берегу. После очередных ненужных потерь я возвратился на КП, пишет Рокоссовский, в состоянии сильного возбуждения и не мог понять упрямства Жукова. Что, собственно, он хотел этой своей нецелесообразной настойчивостью доказать? Ведь не будьте вот здесь у нас, я бы давно от этого наступления отказался, чем сохранил бы много людей от гибели и ранений и сэкономил бы средства для предстоящих решающих боев. Вот тут-то я еще раз убедился в ненужности этой инстанции, представителей Ставки. Рокоссовский был прав. Чему могли научить такие представители Ставки, как Буденный, Ворошилов, да и Жуков вкупе с ними, таких, например, талантливых военачальников, как Рокоссовский и Воронов, Толбухин и Конев. В итоге, по инициативе маршала Рокоссовского, Сталин отменил институт представителей Ставки, координировавших действия фронтов. После этого верховный главнокомандующий снял Константина Рокоссовского с должности командующего Первым Белорусским фронтом и назначил его командовать менее важным Вторым Белорусским фронтом. А на самый главный фронт, стоявший на берлинском направлении, Сталин направил своего в то время любимца маршала Георгия Жукова. Решение Верховного было несправедливо. Мы, правда, не можем сказать, что доложил Сталину Жуков о нежелании Рокоссовского губить солдат, атакуя ненужный плацдарм, но имеем все основания утверждать, что Рокоссовский воевал лучше Жукова, воевал умением, а не числом. И войска Константина Константиновича несли гораздо меньшие потери, чем у Георгия Константиновича. Но Жуков в большей степени устраивал Сталина и фамилией, и тем, что войс знал, что этот маршал солдат жалеть не станет. 6 ноября 1944 года Сталин выступил в сречи на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся с партийными общественными организациями Москвы. Заседание было посвящено 27-й годовщине Октябрьской революции. В соответствии с протоколом, речь Сталина была достаточно длинной, обстоятельной, содержала анализ ситуации внутри страны, на советско-германском фронте, касалась вопросов международных, в первую очередь, межсоюзнических отношений. И речь эта, в общем, не содержала каких-то принципиально новых моментов или оценок, которые заслуживали бы внимания, если бы не одно «но». Впервые за все время войны Сталин сделал недружественный жест в сторону Японии. Он назвал в своем докладе Японию агрессивной нацией. Да, конечно. В советско-японских отношениях были совершенно определенные сложности. Ну, в частности, известно, что японское посольство Москве в период своего пребывания в эвакуации в Куйбышеве собирало и поставляло Берлину достаточно важную информацию. Япония препятствовала советскому судоходству в Тихом океане. В особенности это касалось поставок важных грузов из Соединенных Штатов Америки. Но в то же самое время продолжал действовать советско-японский договор о нейтралитете. А японского посла, равно как и всех остальных представителей дипломатического корпуса, приглашали на официальные приемы. Но то, что прозвучало в отношении Японии в речи Сталина 6 ноября 1944 года, можно расценивать как первый звоночек, известивший о том, что советско-японское противостояние уже не за горами. В течение ноября 1944 года авиация 3-го американского флота почти ежедневно наносила удары по аэродромам филиппинского острова Лусон, где уничтожила более 700 японских самолетов. А в окружающих остров, заливах и бухтах потопило 3 крейсера, 10 эсминцев, 2 десятка транспортов. Около 10 тысяч японских солдат ушли на дно вместе с судами. Ключевым стало сражение за остров Лейте. Японские летчики-самоубийцы наносили ежедневные удары по американским кораблям 3-го и 7-го флотов. Камикадзе повредили 6 авианосцев, 2 линкора, 2 крейсера, 2 транспорта и 7 эсминцев, один из которых затонул. 25 ноября после ожесточенных ударов Камикадзе 3-й флот вышел из филиппинских вод, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть. Тем не менее, американцы имели уже на острове Лейте к концу ноября 180 тысяч солдат против 70 тысяч у противника. Битва за Филиппины продолжалась. 29 ноября американская подводная лодка «Арчер Фиш» у побережья Японии шестью торпедами отправила на дно новый гигантский авианосец «Синана», так и не успевший принять участие в сражениях. Ноябрь был отмечен еще одним успехом американских подводников. Субмарина «Силайен» четырьмя торпедами потопила японский линкор «Конга». В ноябре Япония добилась успехов только в китайской провинции Гуанси, где японские войска вели наступление против гаминдановцев. Лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун заявил 23 ноября, что главное – это не позволить войскам Чанкайши освобождать китайские территории. Но до освобождения было еще далеко. 309 китайских гаминдановских дивизий ничего не могли противопоставить 20 японским. 10 ноября коммунистическая партия Китая Мао Цзэдуна и гаминдан Чанкайши подписали соглашение о совместной борьбе против Японии и послевоенном Китае. Это соглашение было подписано под большим нажимом великих держав. Ни Чанкайши, ни Мао Цзэдун не верили в этот договор, но они не хотели лишаться большой военной помощи оружием, военным снаряжением и продовольствием. А если у Чанкайши еще были какие-то иллюзии по поводу этого договора, то Мао Цзэдун твердо знал, что после антиимпериалистической, антияпонской войны наступит война гражданская, к которой нужно заранее готовиться и сберегать силы. По странной случайности, в этот же день, 10 ноября, умер еще один китайский лидер, премьер-министр прояпонского китайского правительства Ван Зинвей. Ван Зинвей пользовался авторитетом у немалой части китайцев, особенно в приморских многонаселенных районах. Политической доктриной Ван Зинвей было создание Великой Азии под предводительством Японии и Китая. Что-то похожее мы слышим и сегодня. В Праге в середине ноября собрались русские эмигранты первой и второй волны. Идеология русского антикоммунистического движения испытывала трудные времена, потому что русское возрождение страшило одинаково и союзные державы, и гитлеровскую Германию. Один из ближайших друзей генерала Власова, происходивший из очень известной до революции семьи, русский эмигрант Игорь Леонидович Новосильцев, рассказывал мне о том, какое значение придавал Власов публикации Пражского манифеста. Даже еще большее, чем учреждению комитета и созданию Власовской армии. Власов, говорил Новосильцев, хотел всем показать этим манифестом, за что он боролся и чего хотел, прежде чем все участники освободительного движения погибнут. В ноябре 1944 года в Мюнзенгине началось формирование первой пехотной дивизии Власовской армии, которой командовал бывший полковник Красной армии Сергей Кузьмич Буниченко. За первой дивизией должны были последовать вторая и третья. В Эгере на территории чешского протектората под руководством бывшего репрессированного полковника Красной армии Виктора Ивановича Мальцева началось формирование первого авиационного полка военно-воздушных сил «Конор». Когда-то Мальцев очень давно, в начале 20-х годов, был первым инструктором Валерия Чкалова. Власовская армия становилась реальностью в кратчайшие сроки. Один из белых генералов, казачий генерал Балабин, вступивший в члены «Конор», писал в одном из частных писем, что канцелярия Власова принимает в день до 400 заявлений от военнопленных и восточных рабочих с просьбой зачислить их в ряды Власовской армии. Но этих людей нечем вооружать, поэтому заявления просто регистрируются. Руководивший кадрами участников «Белого движения» в Европе генерал Лампе подготовил специальное обращение к белогвардейцам с призывом вступать в ряды Власовской армии. 1 ноября генерал Йодель направил фельдмаршал Рундштету проект директивы о наступлении на Западном фронте. Главной целью объявлялось уничтожение противника северной линии «Бастонь-Брюссель-Антвертен». 7 ноября в Югославии в долине в районе города Ниш американская авиация 15-й воздушной армии по ошибке атаковала автомобильную колонну 3-го украинского фронта. Были убиты командир корпуса, два офицера и три солдата. Сгорели более 20 автомашин с оружием. Советские истребители сбили две летающие крепости, потеряв три самолета. Гитлер и его ставка 20 ноября вынуждены были покинуть Вольфшанце близ Растенбурга. Красная армия вынудила фюрера обосноваться в имперской канцелярии в Берлине. 28 ноября первый конвой союзников вошел в восстановленный порт Антверпена. До 1989 года в Советском Союзе пражский манифест называли гнусной смесью черносотенных лозунгов, контрреволюционных призывов и программы беломикранского НТС. Из каких же конкретно положений состоял пражский манифест, написанный тремя бывшими репрессированными советскими интеллигентами? Вот самое главное из них. Свержение сталинской тирании, заключение почетного мира с Германией на условиях, не затрагивающих чести и независимости нашей Родины, распуск колхозов и концлагерей, освобождение всех политических заключенных, уничтожение режима террора и насилия, ликвидация насильственных переселений и массовых ссылок, безвозмездная передача земли в частную собственность крестьянам, восстановление частной и хозяйственной инициативы, введение действительной свободы религии, свободы слова, собраний, печати. Никакой мести и преследования тем, кто прекратит борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, вел ли он ее по убеждению или вынужден. Удивительная программа, особенно если вспомнить о том, что она была озвучена на территории Третьего Рейха и была вынуждена согласовываться с нацистами. Однако, как признавался автору, уже упоминавшийся нами Игорь Леонидович Новосильцев, все это было поздно, слишком поздно. Но Власов не хотел бросать пошедших за ним людей, говорил Новосильцев, считая, что он должен разделить вместе с ними их общую судьбу в надежде, что когда-нибудь русский народ поймет их трагедию. Поймет ли, мы не знаем. 5 ноября советская ставка отдала директиву о переходе к обороне командующим Вторым и Третьим белорусскими фронтами. Днем раньше из-за неоправданных потерь Второму Украинскому фронту было приказано отложить штурм венгерской столицы города-крепости Будапешта. Советские войска после наступательных летне-осенних операций устали, имели некомплект живой силы и техники, и вполне разумным было решение перейти в ноябре к обороне почти на всех фронтах. К тому же неблагоприятная погода, дожди, распудица, предоставляли вермахту хорошие возможности для удержания своих позиций. В Будапеште был переизбыток немецких войск и жандармерии, отступивших из Румынии и Югославии. Улицы города были перекрыты баррикадами. На каждом углу противотанковые препятствия. На перекрестках закопаны танки. Вокруг мостов расположены зенитные батареи. Окруженный Будапешт лучше было бы не штурмовать. Но два советских фронта, второй и третий украинский, к штурму готовились. В начале ноября в Соединенных Штатах заканчивалась очередная выбранная кампания. И друзья, и враги Рузвельта надеялись на благоприятный исход. Рузвельт, который баллотировался уже на четвертый срок, чувствовал себя откровенно плохо. Антирузвельтовская пресса утверждала, что 62-летнему инвалиду нечего делать в президентском кресле. Рузвельта называли развалиной, усталым стариком. Но Рузвельт в этой непростой для него ситуации, в которой уже раз продемонстрировал свои удивительные качества. В первую очередь способность собираться в решающий момент и жертвовать многим, а может быть даже и всем, ради достижения поставленной цели. Так, по рекомендации врачей, он сократил количество выкуриваемых сигарет с двух пачек до 5-6 сигарет в день. Он отказался от традиционного вечернего коктейля. Он ездил по стране, сидя в кресле или на заднем сидении открытого автомобиля, произнес немало блестящих речей. Однажды в ветреный, дождливый день он на сидении открытого автомобиля проехал 80 километров по улицам Нью-Йорка, агитируя избирателей голосовать за себя. В итоге в ноябре 44-го года на президентских выборах Франклин Делано Рузвельт вновь одержал победу. Надежды союзников на решающую победу в Италии испарились. 9 ноября 8-я английская армия после напряженных боев остановилась у дороги южнее Флоренции. Это было последнее продвижение англо-американских войск до самой весны 45-го года. Еще одной особенностью ноября 1944 года стал почти полный паралич германской транспортной системы. Стратегическое воздушное наступление против Германии, которое проводили союзники, разрушило и вывело из строя основные железнодорожные узлы Третьего рейха. Как следствие бомбардировок, распространение голода из-за того, что даже те скудные нормы продовольствия, которые еще существовали в Германии, невозможно было доставить до адресатов. Первыми начали умирать от голода узники концентрационных лагерей. 14 ноября Нарков внутренних дел Лаврентий Берия направил Сталину и Молотову секретное письмо о борьбе чекистов против польской армии Краевой на территории Люблинского воеводства. Всего на территории Польши нашими оперативными группами арестовано более 4200 участников армии Краевой и других преступников. В ходе следствия по делам подпольных организаций армии Краевой по городу Люблину установлены ксензы-католики, которые активно помогают аковцам в их подпольной деятельности. Товарищ Серов ставит вопрос о производстве отдельных обысков в церковных зданиях и об аресте ряда ксензов. НКВД СССР считает целесообразным это мероприятие санкционировать. 7 ноября в день Октябрьского переворота в токийской тюрьме был казнен один из самых известных советских разведчиков Рихард Зорге. Он был арестован 3 года назад, и за это время японские власти неоднократно давали понять советским представителям, что они готовы рассмотреть вопрос о судьбе Рихарда Зорге. Но Советский Союз предпочел не называть его своим. Действительно ли Рихард Зорге работал только на советскую разведку? Это вопрос очень сложен. Умный и обаятельный Рихард Зорге вряд ли ценил своего многолетнего члена СВКБ больше, чем успех у красивых женщин, в том числе у жены германского посла в Токио. Но, с другой стороны, если говорить о Зорге, то вокруг него до сих пор бытует немало фантастических легенд и фантазий. Например, считается, что он предсказал с точностью до одного часа день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Ниаких документов по этому поводу не имеется. На самом деле Зорге просто предупреждал о том, что нападение Германии неизбежно. А это ведь совсем другое. Главное достижение Зорге, мне кажется, в том, что в дне ожесточенной битвы за Москву он успел сообщить, что Япония не собирается нападать на советскую Россию. И кадровые сибирские дивизии очень и очень вовремя были переброшены на спасение Москвы. Хотя, может быть, эти дивизии были бы переброшены под Москву в любом случае. 20 ноября находившийся на фронте русский поэт Александр Твардовский запишет в рабочей тетради. Война так велика, так многого брала в себя погоды, природы, времен года. И стольким, стольким не дала дойти даже до половины своей, что и мы, живые, вряд ли еще осознаем, как бесповоротно мы постарели от нее, как много ушло, втоптано в эти годы. И о многом, не самом ли главном, уже нельзя начать говорить, не сказав вслух или мысленно, это было, когда война еще шла на нашей земле. А обычный день войны нисколько не легче от того, что она названа уже идущей к концу. КОНЕЦ КОНЕЦ